Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США. Президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Действие неоднократно продевавшегося документа увеличено еще на год. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Белого дома. На основании данного указа США несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с ее вмешательством в американский избирательный процесс. Я продлеваю на один год. Чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13 848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним, говорится в заявлении. Президент отметил, что хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США. Иностранные государства исторически стремятся извлекать выгоду из. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Американской свободной и открытой политической системы. Напомним, в марте 2021 года в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты. Как писала РБК Украина, администрация США планирует вести против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. В январе 2021 года США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции наложили, в частности, против народного депутата Александра Дубинского. После введения санкций президент Владимир Зеленский потребовал открытия уголовного дела против лиц, которых обвинили во вмешательстве в выборы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова